Июньский цветущий сад прекрасен даже в непогоду. Сегодня сеет моросит дождик, вечером у нас прошел после трех изнурительных жарких дней благодатный ливень. Посмотрите, пионы немного в растрепанных чувствах, но как пронзительно они пахнут, как пронзительно они хороши. Каждый цветовод, каждый садовод, у кого есть хотя бы один кустик пионов, холит и лелеет его и с нетерпением ждет каждого его цветения. У меня на участке три вида пионов, розовые, красные и белые. Белые сейчас только расцветают, посмотрите, такие пышные шапки, только-только раскрывают свои нежные соцветия. Очень интересно за распусканием каждого бутона. Сначала мы видим тугую кубышку, которая изнутри напоминает слегка над клютым-то яичко, как будто нетерпеливый птенец бросит снаружи. Буквально через несколько часов вы уже увидите вот такую нежную шапочку, которая показывает свою нежную внутреннюю часть бутона. И буквально еще через пару-тройку часов пионов цветок распускается в своей полной красе. Век его недолг, буквально два-три дня, а в жаркую погоду еще быстрее. Если мы будем обильно его поливать, ухаживать за кустом, наши пионы стремительно цветают. Как бы мы ни старались продлить их век, это очень быстро цветающий цветок. Многие садоводы задают вопрос, почему не цветут пионы? Дело в том, что во многом это зависит от расположения самого куста, от возраста куста. У меня кусты достаточно старые, на одном месте они уже растут около 10 лет. Я их пересадила. О тонкостях пересадки мы вам обязательно расскажем, покажем, когда придет время. Пересаживать пионы мы будем уже в конце августа, когда растение сформирует полностью цветочную почку, сейчас она цветет и будет уже следующие цветочные почки закладывать непосредственно после цветения. Поэтому нужно за кустом продолжать ухаживать. Если растение не получает достаточное количество влаги, оно цветет еще быстрее. Если ваш куст находится в тени, цветения не ждите. Отдайте своему красавцу максимально освещенный участок. Несколько часов рассеянной тени в день тоже не помешает цветению, но если он находится у вас за домом, в тени забора, вот такого шикарного цветения вы не получите никогда. Увы и ах, ему нужно выделить коронное центральное место в вашем цветнике. После того, как ваш куст пиона отсветет, за ним нужно продолжить ухаживать. Что нужно сделать в первую очередь? Нужно будет удалить отсветшие бутоны. У вас останется только голая серединка. Если есть пасынки, когда они отсветут, тоже нужно будет, конечно же, не срезать весь куст целиком под корень, ни в коем случае. Иначе цветочные почки, корневая зона растения не будет питаться. Не будет листьев, не будет движения соков, не будет образования питательных веществ. Поэтому мы отрезаем часть стебля до основных листьев. Верхнюю буквально треть куста мы с вами убираем и формируем компактный кустик. Обязательно собираем все лепесточки под кроной. Если у вас пионы замульчированы, обязательно осматриваем прикорневую зону, нет ли там признаков развития заболеваний. При этом используем необходимые средства борьбы. У нас очень много материала на канале, можно посмотреть через поиск. И, конечно же, пионы необходимо кормить. Не только ранней весной, когда они только пробиваются из почвы, мы обязательно вносим удобряющие минеральные и органоминеральные удобрения под корень. Но и во время цветения, и после нужно проводить удобряющие поливы. Как это сделать, мы сейчас вам покажем. Для подкорки своих царственных красавцев я буду использовать проверенную серию удобрений, мягких удобрений для сада-огорода от компании Башенком. Гумиуми умерсальная. Если вы не нашли специальное удобрение для декоративно-листных каких-то культур, для цветущих цветов, всегда есть палочка-выручалочка, универсальное удобрение. Вот как у меня сейчас овощи, ягоды, цветы. Я смело его использую для подкормки всех многолетних цветов в своем цветнике. Он на основе куриного помета, полностью безопасный, натуральное удобрение, содержит микроэлементы, необходимые для всех групп декоративных культур, а также удобрения гуми. На 10 литров воды для полива нам необходимо 6 ложечек вот такого органоминерального удобрения. 2, считаем вместе вслух, 3, 4, 5 и 6. 2 часа пролетели незаметно за работой в теплицах, а сейчас я проведу удобряющий полив. Вот, кстати, лейки 10 литров готового раствора рабочего органоминерального удобрения от компании Башенком. Овощи, цветы, ягоды хватит на несколько моих больших пустов пиона. Сейчас я проведу удобряющий полив вокруг кроны, зайду со всех сторон. Все мои пиончики подкормлены, надеюсь, они меня порадуют цветением, заложат шикарную цветочную почку для вот такого пышного цветения в следующем году. Какой запах! Жалко, что я не мог вам подарить его, но букет я вам презентую.